Мы еще раз хотим связаться с нашим корреспондентом Вячеславом Ветлугином из Усть-Каменогорска. С нетерпением хотим узнать, чем оснащена новая школа, как она выглядит. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, как нас слышно? Очень хотим узнать, что представляет собой новая школа. Расскажите подробнее. Здравствуйте, Жанна. Новая школа действительно очень хорошая. И мы в свое время о таком комфорте могли только мечтать. Я, допустим, помню свою школу, в которой я учился. Она была 1950 года постройки. Мы проводили субботники. И до сих пор запомнилось, как мы утепляли старые деревянные окна. Давайте посмотрим, в каком состоянии и как сейчас строят новые школы. Вот, допустим, мы видим, что здесь есть кабинеты инклюзии. Дети могут заниматься вот в таких условиях. Все максимально приближено как раз-таки к комфорту, к домашним условиям. И очень хочу отметить, что эта школа находится в новом микрорайоне города. Именно здесь как раз-таки не хватало учебных заведений. Потому что темпы застройки очень внушительные. А в левобережной части города находились только старые школы, еще советской постройки. А сейчас я подхожу к родительнице, Айжан Бимуратове. Здравствуйте, Айжан. Ждали эту школу? Да, очень ждали. Хотелось бы поздравить всех с Днем Знаний. Выражаю огромную благодарность президенту Акиму области, городу, администрации школы. Правда ли, что здесь, в этом микрорайоне, живут очень много многодетных семей? И многие покупали квартиры с учетом того, что здесь будет школа? Да. Я слышала, что здесь несколько, вот именно четыре дома, что для многодетных семей были построены. И мы очень рады, что попали сюда именно. Мы очень ждали открытия данной школы. Выражаем огромную благодарность. Спасибо. Жанна? Вячеслав, большое спасибо вам за информацию. Мы искренне поздравляем всех первоклашек и вообще учеников с Днем Знаний. Большое спасибо.